Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 16 стих 138-го псалма. В синодальном переводе он выглядит так. «Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Когда псалмопевец говорит о себе в состоянии незавершенного зародыша, эмбриона, он использует слово, которое буквально означает что-то свернутое, свитое, скрученное, голем. Многие толкователи считают, что это слово наиболее точно передает идею эмбриона, в котором действительно все части тела, еще не сформировавшиеся, как будто сложены, недоразвиты, не обрели подавающей формы, пропорции. Современная медицина, и мы с вами очень многое знаем об эмбрионах, несравненно больше, чем люди в древности. Но чем больше человек познает, тем больше убеждается, что по-настоящему рождение человека — это творение рук Божьих. Достаточно увидеть, как развивается эмбрион, как развиваются органы, как формируется тело, для того, чтобы убедиться в самой простой истине. Бог действительно существует, потому что иначе объяснить это чудо невозможно. И поэтому мы можем понять восхищение псалмопевца, который, может быть, имеет в виду чуть-чуть другое. Современные исследователи спорят, с какого момента можно считать тот биологический материал, из которого возникает человек, из которого развивается эмбрион, уже человеком, когда начинается жизнь человека. Но псалмопевца интересует другой вопрос. В молитве «Славословие и восхищение перед величием Бога» он выражает свое чувство, «Какое блаженство быть перед лицом Бога, испытывать на себе Его отцовскую заботу, даже когда меня еще не было, когда я был лишь бесформенной массой, Бог меня видел, то есть любил». Еще задолго до того исторического момента, когда раздастся первый крик новорожденного, Бог уже заботится о тебе, и уже тогда все дни вписаны в Его книгу жизни. Бог, как никто другой, знает человека, знает мысли. Еще до того, как мысли нас посещают, еще до того, как Слово слетит с нашего языка, Бог уже прекрасно все знает. От Него не спрятаться нигде. Да и нужно ли? И поэтому в этом псалме с восхитительной красотой описывается это чувство. Бог тебя видел в глубинах материнской утробы. Он принял в свои объятия в момент рождения. Аналогичные чувства и убеждения выражает тоже страдающий Иов. «Не ты ли влил меня, как молоко, и как творог сгустил меня?» Кто видел, как сворачивается молоко, и как из него формируется сырная масса, и выделяется сыворотка, прекрасно может понять эту метафору сотворения мира. Именно так рождается человек, формируется его тело. Как сыворотка уходит, и остается эта сырная масса, из которой затем рождается тело. И дальше Иов продолжает. «Кожую и плотью одел меня, костями, жилами скрепил меня. Жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранила дух мой». Даже в состоянии зародыша мы не можем укрыться от Бога. Бог заботится о нас и может найти нас и в высотах земли, и в преисподней. Бог повсюду, Он знает нас. Он знает человека, как никто другой, потому что Он его сотворил. И в Библии говорится тоже о сокровенном сердце человека, потому что этот образ невидимой жизни, который присутствует в этом псалме, указывает на то, что человек живет не только плотской, физической жизнью, но тоже духовной жизнью. Образ материнской утробы одновременно становится образом вечности, точно так же, как момент нашего рождения не является точкой абсолютного начала. Этому предшествует жизнь, скрытая жизнь, жизнь, известная только Богу, о которой заботится только Он. Это означает, что будет другой момент, момент смерти, который тоже не станет концом. И материнская утроба, которая указывает на эту жизнь, которая предшествует рождению, она намекает на образ вечности, которая последствует после того, как земная жизнь остановится. И поэтому Бог знает человека так, как никто другой. Именно поэтому в Библии нигде не говорится о личных отношениях с Богом. Вообще в древнееврейском языке нет такого понятия, как личные отношения. Почему? Потому что слово «личность», как вы знаете, возникло в языческой культуре. Это слово обозначает то, что в латинском языке соответствует «персоне». И большинство исследователей согласны в том, что это слово происходит от этрусского слова «персу», которое в действительности являлось маской персифоны, скажем, во время театрализованных представлений. Поэтому персона, личность — это некая маска, это некая театральная роль. Богу не нужны ни маски. Он лучше нас знает роли, лучше нас самих, потому что он автор сценария и единственный постановщик пьесы. Он распределяет все роли. И поэтому перед Богом не нужен театр, не нужно лицемерие, не нужно лицедейство. Бог тебя знает лучше, чем тебя знают твои родные. Отец и мать. Остается лишь только найти свое место, свою роль и свое призвание. И в связи с этим образом зародыша, конечно, возникает тема призвания. Когда пророк Иеремия в начале своей книги описывает эпизод призвания к пророчеству, то он слышит от Бога такие слова. «Прежде нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя, прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя». Осветил, то есть помазал. «Пророком для народов поставил тебя». «Пророком интронизовал тебя». Но опять же, все это произошло еще до того, как пророк родился, пока он еще был в утробе матери. Человек рождается, потому что Бог зовет его выйти из утробы матери. Народ Израиля рождается, потому что Господь призывает его выйти, уйти из земли Египта. Поэтому рождение – это всегда исход. В ответ на зов. И поэтому смысл жизни – это, конечно, обрести свое призвание. Эта бесформенная масса, зародыш, эмбрион в тексте называется «гольми». Это слово апокс. Опять же, оно употребляется в Библии только один раз. И поэтому существует много мнений и споров о том, что такое гольм. Гипотетически, это эмбрион. В книге Изекииля пророк приводит список товаров, где употребляется это слово. И, среди прочего, говорится о шелковых и узорчатых материях, которые привозили на рынки. И вот эти вышитые пурпурные мантии, одежды, каким-то образом связаны с этим словом. И поэтому вот это значение свиток, то, что свернули, упаковали и вполне себе согласуется с понятием эмбриона. В другой раз это похожее слово, этот корень, употребляется в истории пророка Ильи. В какой-то момент пророк Илья сворачивает свой плащ, свою милость, как будто это некий жезл, и ударяет ею по воде, для того, чтобы вода раступилась, и чтобы он смог перейти посоху вместе со своим учеником. Опять же, это значение свернуть. Все это вполне созвучно с идеей эмбриона, бесформенной массы, свернутой, из которой разворачивается жизнь. Но слово «голем» имело очень насыщенную историю в европейской культуре. Существует целая традиция, связанная с этим словом. Самый известный эпизод из них – это, конечно же, история о пражском раввине, который жил в конце XVI века. Этот раввин своими руками изготовил из глины великана, робота. Этот великан обладал силой, но он не обладал ни разумом, ни даром речи, не испытывал никаких чувств. Его сотворение напоминает собой эпизод сотворения Адама в Библии, но только Бог может дать разум, может дать дыхание жизни. Этот великан обладал некой силой, но это был монстр, современный робот. Говорили, что он выполнял работу по дому. Другие говорили, что это был просто эксперимент, потому что раввин хотел проверить, насколько действенными являются некоторые заклинания, к которым он прибегает. Но большинство людей считали, что этот великан был создан для того, чтобы защитить иудейскую общину, жившую в пражском гете, от смертельной опасности. Для того, чтобы оживить этого великана, раввин вложил ему в рот своего рода инсталляционную дискетку, на которой было написано непроизносимое имя Бога, священное имя Титагаматон. Вечером раввин вынимал эту дискету изо рта, и робот выключался. Но однажды он забыл это сделать, и голем ночью пошел в город и увидел такое, что его привело в бешенство. Это очень яркая история, она очень популярная в Чехии. Но здесь возникает образ, это конец XVI века, но уже возникает эта проблема, с которой сталкиваемся сегодня мы. Искусственный человек во имя справедливости способен творить то, на что обычно человек не способен, особенно если человек этот послушен закону Божию. В пражской легенде голем тоже превысил свои полномочия, он начал творить собственную волю, он разгневался и решил восстановить справедливость. И это противоречило воле и замыслу его создателя. Именно поэтому пришлось его разрушить. Именно эта проблема нередко возникает и у нас при мысли о современных суперроботах, искусственном интеллекте, а не восстанут ли компьютеры творения рук человека против человека. Даже если человек, наделенный Богом разумом, нравственным чувством, способен совершать бесчеловечные поступки, тем более робот, лишенный нравственного начала. И бесчисленные истории, связанные с големом, франкенштейном, роботами, киборгами, так или иначе, нас возвращают к этому вопросу о том, насколько опасным для человека является бесчеловечность. Поэтому Библия мудро возвращает нас к представлению о человеке как к образу Божию. Творец мира создал Адама из праха земли, вдохнул в него дыхание жизни. Мы зарождаемся в материнской утробе, формируемся в глубинах земли, как говорит этот псалом, и на всех этапах до рождения и после смерти. Человек жив лишь благодаря тому, что сохраняет живую связь со своим Создателем и послушен его воле. На портале Экзагиатру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...